всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшнее видео хотел бы опять же вернуться чуть-чуть в прошлое и вспомнить про то какие у нас были раньше плагины в logic потому что часть из них доступна до сих пор даже в самой современной версии logic в данный момент у меня 10.7.6 но так или иначе можем прикоснуться к старине и посмотреть на чем собственно работали наши предки условно но я уже нас рассказывал про инструменты на канале есть видео ссылку добавлю в описании если вдруг не видели посмотрите суть в чем суть в том что в лоджике есть до сих пор даже в библиотеке пресетов есть такие настройки как для каналов так и для инструментов которые используют довольно старые плагины и понятное дело что они видны не у всех то есть для того чтобы они были видны нужно скачать обязательно legacy контент то есть он там так и здесь есть лего сенька compatibility почему так называется потому что этот скажем так набор отдельный он по умолчанию не устанавливается даже если вы выбираете установить всю библиотеку лоджик все равно он не устанавливает не устанавливается всего нужно прям отмечать отдельно и скачивать это в первую очередь закладывалась разработчиками для того чтобы люди могли открывать свои какие-то очень старые проекты там сделано еще в девятом может быть даже в восьмом лоджике потому что часть плагинов реально прям пер пришла еще с тех самых времен то есть еще из нулевых годов и чтобы можно было спустя годы открыть старые какие-то свои проекты без каких-либо ошибок и проблем ну если использовались только встроенные плагины естественно то вот такая категория дана но вы можете скачать до сих пор и использовать ее даже сегодня потому что на самом деле конечно 99 процентов плагинов уже устарела и имеет даже среди стоковых плагинов уже альтернативы гораздо более развитые из гораздо более современным движком но все равно есть довольно интересные индивидуи и вот сегодня хотел на них заострить внимание давайте собственно перейдем к обзору того что у нас присутствует друзья вы давно просили нас и мы это сделали самое выгодное предложение специально для вас представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы logic pro help причем как уже вышедшим курсом так и к тем который появится в будущем как это работает спросите вы все очень просто вы приобретаете определенное количество курса кредитов 30 50 или сразу 100 зафиксированную сумму а потом по запросу обменивайте их на интересующий вас курс мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции а доступ к нему останется у вас пожизненно при этом вы сами решаете в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы вы можете сразу запросить все что уже было выпущено школой logic pro help на данный момент а можете запрашивать порционно оставляя часть кредитов на будущие курсы все максимально гибко вы смотрите изучайте только то что вас интересует при этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс кстати пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее как это работает а также узнайте о подарках которые ждут каждого купившего пожизненный доступ не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас напомню для того чтобы попасть в список если вот вы скачали установили legacy контент если вы просто нажмете у вас нигде не будет есть даже закладки logic среди плагинов у вас будут только текущий точнее сказать актуальные плагины logic которые у нас сегодня поставляются вместе с программой чтобы увидеть это собственно legacy контент прежде чем нажать на список выбора плагинов нужно зажать клавишу option и вот теперь у нас здесь есть отдельная категория legacy и вот мы здесь видим несколько плагинов то есть у нас есть и верб я сейчас вкратце пробегусь по всем по ним здесь есть отдельная категория и кью здесь очень много разных эквалайзеров все их показывать смысла нет они выглядят примерно вот в таком вот виде то есть вот такие без интерфейса чисто слайдеры ну тут все названия говорят сами за себя очень упрощенные очень легкие естественно они практически там не потребляют ресурсов компьютер особенно современных здесь есть наверное только интересный плагин это в этой кью потому что можно погрузиться вот в атмосферу старого channel и кью которым он был до того как его сделали уже современным вот таким вот выглядело так это не совсем чанал и кью то здесь есть такая некая дополнительная сатурация в этом плагине это кью то есть он подразумевает что он добавляет такие некие гармоники обертона как у аналогового оборудования ну и у него довольно интересно работают тут форму этих волн точнее формы фильтров которые затрагивают частоты ну то есть можно поэкспериментировать но не скажу что это прямо вот что-то супер необходимое в наши дни но просто имейте ввиду и как я уже сказал все остальные плагины из этой категории такие довольно базовые здесь есть чисто high shelving high pass low cut low pass фильтр то есть такие самые просто базовые отдельные фильтры которые также вот в таком виде вот просто один слайдер и все но кстати для автоматизации может подойти просто чтобы одну ручку иметь и автоматизировать так что имейте ввиду не сказать что это прямо совсем бесполезная вещь есть вот параметрический эквалайзер такой тоже то есть просто одна полоса вы ее выбираете и из нее что делать в принципе здесь в этой категории больше особо ничего супер интересного нет все довольно базовое давайте посмотрим что-то более интересное то есть у нас есть несколько ревербераторов gold вверх например есть это такой я на самом деле не знаю почему производители logic решили прокачать silver вверх потому что было раньше два верба gold и silver silver он был такой чуть-чуть как бы более урезанный что ли хотя видимо его решили просто прокачать побольше этот плагин и сделали уже современные что есть это не legacy это я поставил для сравнения это уже как бы современная версия этого ревера а голд ревер у нас остался только в легаси здесь довольно много настроек room size здесь такая инфографика прям показывает нам как это выглядит можно делать баланс между ранними отражениями и поздними отражениями все стандартные настройки здесь с этим можно выбирать количество стен точнее углов у нашего помещения виртуального то есть можно моделировать интересно интересное довольно помещение увеличивать стерео базу запаздывать дилей ну то есть принципе довольно интересные параметры и с помощью него можно реально необычные пространства создавать то есть это именно такой алгоритмический ревербератор который может создать что-то такое чего даже нету в реальной жизни все опять же такой для скорее для экспериментаторов далее есть очень интересный плагин groove shifter как он работает я на самом деле сам вот его только-только буквально перед записью это видео попробовал вот меня здесь есть бас-гитара здесь есть режим бит то есть у нас просто делится в привязке к темпу наш аудиосигнал на разные отрезки на 16 или на восьмую и как как каждые каждые 16 или каждую восьмую случается акцент громкостной и ну звучит это примерно как такой некий арпеджиатор давайте послушаем можно делать естественно свинк включать дать парам восьмыми то есть вот таким акцентом можно добавлять такого некого движения не знаю всем ли это подойдет здесь есть режим тональный где у нас еще как такой некий полу гранулярный эффект возникает ну то есть это уже такие эксперименты не знаю не тоже не всем пригодится но просто довольно интересный плагин здесь еще есть тоже классный ну точнее интересная задумка довольно старая я не думаю что это сегодня уже актуально учитывая количество плагинов но знаю что многие работают в лоджике для там работы с диалогами или может быть с аудиокнигами или там с обработкой звука для видео контента так или иначе вот такой был интересный плагин я кстати посоветовал разработчикам лоджик все-таки какую-то сделать новую версию просто реально будет многим актуально называется speech enhancer он такой как работает помощник скажем так для ну кстати есть в ваза топ rx уже современные версии такие там тоже есть enhancer именно диалог enhancer называется примерно та же идея то здесь у нас происходит denoise то есть какой-то шум фоновый понижается но здесь самое прикольное что здесь есть мик correction и раньше ну у кого еще не было каких-то отдельных там звуковых карт или микрофонов профессиональных для подкастов или еще для чего-то многие просто записывали с помощью тех девайсов которые тогда были то есть power book и аймаки то есть еще раз это очень старый плагин понимаете здесь по модельному ряду маг на intel то есть еще помечали intel что это такое вот что-то новое как сейчас маг на m1 то есть сама и мак на intel и этот в то время казалось что прям новое в веяние в работе мака потому что это как раз конец нулевых переход на intel разные макбуки то есть все встроенные микрофоны которые были вот в тех девайсах конца нулевых их сюда за как пресеты как бы забили и если вы на что-то из этого записали свой голос в идеале этот плагин должен был как-то скомпенсировать те недостатки которые имели те микрофоны и ну как-то адаптироваться под эту запись и дальше есть собственно галочка voice and hands где мы выбираем собственно что у нас за голос из этого female соло то есть это может быть вокал это может быть voice over voice over это как раз диалог то есть когда просто человек разговаривает не поет то же самое и с мужским голосом на смейл соло значит муж там поет мужской голос либо мужской голос что-то начитывает дикторский голос то есть вот 4 пресета и по идее вот это вот такой плагин уже мог улучшить изначальный результат записанные вот на такие вот не самые лучшие девайсы то есть довольно интересный плагин ведь я бы все-таки говорю рекомендовал бы может быть разработчиком из лоджик сделать что-то такое современное под такие стандартные сегодняшние модели микрофонов которым пользуются все подкастеры блогеры и так далее то есть довольно интересная вещь дальше еще один ревибратор есть platinum верб он похож чем-то на gold верб то есть тоже можно варьировать room shape и чуть больше параметров здесь уже нужно больше настроить но на самом деле наследник platinum верба сегодня это хромоверб классический но уже тоже плагин довольно уже старый мускул три или четыре года но тем не менее он довольно классный то есть хромовербом многие пользуются и это действительно очень удобный классный алгоритмический ревер который работает у нас внутри лоджик и он по сути является таким неким наследником платином верба то есть у нас появился хромоверб платином сразу ушел в разряд legacy но тут принципе и настройки очень многие похожие возможности тут по как раз по частотке и так далее здесь тоже это есть здесь есть как эквалайзер встроенный так вот собственно это самый демпинг и кью который вот здесь представлен в виде таких вот регуляторов то есть ну довольно тоже интересный реверс ним тоже можешь поэкспериментировать неплохо работает что у нас здесь еще есть интересного старый dsr первая версия то есть тоже у нас сейчас есть dsr2 по сути они просто взяли вот этот старый вот чуть доработали под более современные алгоритмы но суть примерно та же самая еще есть silver gate это старый просто обычный gate плагин ну кстати им тоже можно пользоваться он очень просто в настройке здесь самые такие базовые параметры для любого гейта и для каких-то стандартных ситуаций может пригодиться чтобы не нагружать процессор каким-то более сложными гейтами и тогда здесь также есть функция look ahead то есть предпросмотр вперед чтобы гейт как бы слушал звук заранее и открывался в тот момент когда реально что-то полезное происходит они уже в момент и тем самым у вас атаки будут съедаться то есть вот эта функция look ahead если она есть то гейтом вполне можно пользоваться в современном продакшене так что имейте ввиду silver и кью это я уже показывал это такой обычный эквалайзер графический что у нас здесь еще есть у нас есть еще очень интересный простой ревербератор который называется и и верб вот так вот он выглядит здесь прям вообще буквально ничего из настроек там лишнего нет причем что прикольно здесь дэнсити работает прям такой как реальный слайдер то есть дэнсити это количество от этих отражений то есть чем больше их тем соответственно звук больше превращается в ревер а если мы ставим прям на ноль то у нас скорее такой рандомные дела и происходит это кстати тоже можно использовать для каких-то творческих решений то есть не обязательно использую как ревербератор потому что естественно сегодня есть гораздо более больше качественных ревербераторов даже в лоджик но как такой вот элемент просто дополнительного улучшение звука и улучшение создание спецэффектов вот можно его использовать такой как интересный дела и скажем так поэтому тоже довольно классный плагин можно им вполне пользоваться сегодня для каких-то определенных творческих задач ну и пару слов я еще скажу про амп это здесь есть свой такой родоначальник амп дизайнера то есть есть у нас вас амп и есть гитар амп про гитарам про довольно классные есть очень много пресетов для гитар до сих пор в лоджик который использует вот этот плагин они новый амп дизайнер ну здесь идея вся та же самая что и вам дизайнере то есть тоже есть динамик есть микрофон ну такой вот немножко старый но при этом футуристичный интерфейс которым прям отличался в 8 9 лоджик и здесь в принципе есть разные модели усилителей разные модели кабинетов разные эквализа но по сути то же самое что вам дизайнере только в на более таком примитивном уровне конечно вам дизайнеры все это доработали тоже эффекты тоже есть ревер ну то есть принципе в принципе все то же самое поэтому ну только чуть меньше выборов чуть меньше настроек но так или иначе если хотите поэкспериментировать и вспомнить как это было раньше вот можете попробовать такой вариант и то же самое у нас касается и bass amp а то есть но он правда вообще без без интерфейса то есть он еще более старый здесь также выбор у нас усилителей гейну все основные базовые настройки то есть такой очень упрощенный плагин может кому-то тоже подойдет чтобы не загружать процессор компьютера так что имейте ввиду вот такой быстрый обзор получил этих плагинов конечно нужно что-то слушать но как я говорю большинство уже потерял свою актуальность интересные которые можно до сих пор использовать я в этом видео показал и дал послушать все остальное я перебрал ну честно конечно особо смысла в них в тех плагинах оставшихся нет но вот несколько таких ретро жемчужин представлена дать напишите в комментариях как вам это видео было ли что-то полезное или интересно знали ли вообще про эту фишку с лего си плагинами поэтому жду вас в комментариях также заходите в наш telegram чат если вы еще не там ссылки будут в описании мы там обмениваемся опытом делимся советами самый интересный вопрос я беру оттуда и записываю собственного здесь на канале как в качестве видео ответов поэтому не стесняйтесь пишите пишите мне везде во всех соц сетях я с удовольствием отвечу помогу сложек ну всем желаю успехов творчестве обязательно подписывайтесь на наш youtube канал чтобы не пропускать видео которое выходит довольно здесь регулярно увидимся с вами в следующих видео уроках с вами был дмитрий урсул всем пока